У нас, ребята, очень интересная, смотрите, спецушечка за 16900 танкоинов, ставь лайк, если хочешь, чтобы я ее купил, вот серьезно, вот просто ставь лайк и я ее покупаю. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров, и для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме, стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК, подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик по танечкам онлайн на новом режимчике, ну типа как новым режимом, но старым режимом, который у нас опять добавили, естественно, в тунчике, онлунчике, это режим соло джиггернаут. Вот, я вам скажу так, мне в принципе этот режим очень сильно нравится, вот напиши обязательно в комментариях, как тебе вообще этот режим нравится, когда его добавляют, либо не нравится, потому что здесь есть у нас всякие прикольные приколюшки, в виде как раз таки заданочек, которые можно очень легко выполнить в этом режиме, естественно, с вами без над аккаунт я это все буду выполнять. Вот, посмотрим, насколько изи это, либо наоборот не изи делается, и сегодня, ребята, мы с вами будем играть на максимально имбовом, максимально прокачанном джиггернауте, потому что мы сегодня с вами сделаем опять же здесь гэску в 4 девятки на пригодире получается. Для этого мне всего-то нужно одеть вот такое вот сочетание, так, а мне там нужно еще так же, наверное, знаете, что сделать, я у нас хотел сперва поиграть на изиде, но, а может быть мы с вами наденем просто рикошет, потому что с рикошетом вроде как я у нас побыстрее это все дело убивал. Так, и по идее я уже буду максимально прокачан, да, модуля у меня, в принципе, те, которые мне нужны, которые меня больше всего раздражают на джиггернауте, можно было бы еще взять себе что-нибудь от рикошета, я так думаю, но, да ладно, рикошетчики, в принципе, меня не очень сильно напрягают, но мы с вами пойдем, а тоже можно у нас и на таком сочетании, просто на зеленом тачке будем прикидываться, как говорится, нубиком, это, знаете, будет волк в овечьей шкуре, поэтому сейчас все, ребят, побырик по шурику сделаем, АГС-очка у меня есть и в магазинчике еще есть у нас, ребята, очень интересное, смотрите, спицушечка за 16900 танкоинов, ставь лайк, если хочешь, чтобы я ее купил, вот серьезно, вот просто ставь лайк и я ее покупаю, естественно, это у нас выйдет в отдельном обзорчике, посмотрим, что из этого дела у нас дропается, попытаемся выбить какой-нибудь интересный дроп в виде мамонта ультра, может быть он мне дропнется, как раз таки на моем из одних аккаунтах, Моя, кстати, хотел бы себе его еще и здесь, но, наверное, здесь я его себе приобретать не буду, мы это все приедем на моем большом аккаунте, на легенде, как раз мне там и голтики нужны, и контейнеры мы с вами побахаем, пооткрываем, так, плюс еще и красочку интересную получим, поэтому с вас лукса, с меня интересный контентик, так, ладно, поехали, погнали, новый режимчик, посмотрим, изи у нас, либо не изи убивают джиггернауты, потому что в прошлые разы у нас были достаточно интересные карты, Дюссельдорф, Кунгур и Берлин, карты достаточно большие, сейчас у нас карты немножечко другие, но я бы не сказал, что они прям такие огромные, там, конечно, есть у нас под вопросом шоссе, вроде бы, который меня не очень сильно устраивает, Но, в принципе, в принципе, если, знаете, закрыть глаза, вот так, знаете, прищурить, вот так посмотреть, то нормально, нормально это у нас смотрится, нормально это у нас видится, кстати, да, я еще у нас не выздоровел, поэтому говорю через нос Если там где-то буду шмырыгать и еще что-то такое несуразное дело, ты меня не осуждай, пожалуйста, за это Так, а неужто у нас джиггернаут находится, как раз таки, вот в этом вот всей... Ох ты, серьезно? А как-то так, я вроде бы у нас проюзал, как раз таки, себе вот эту вот фишку под названием двойная защита, но что-то она у нас особо не проюзалась Так, да как ты так меня умудряешься стрелять-то, а? Молодой мой друг любезный! Так, все, ребята, все! Максимально легко мы с вами затараканили вражеского джиггернаута Да, единственное, что я тебе хочу еще посоветовать, если ты у нас играешь на джиггернауте, то пробуй как раз таки и учись играть у нас с управлением нам шара, потому что мышка это, на самом деле, залог успеха Ты у нас можешь чекать абсолютно все стороны, единственное, наверное, вот как мне, возможно, и тебе, который играет у нас на управлении клавиатурой, будет немножко непривычно целиться на этом вражеском джиггернауте Но я тебе скажу так, буквально, я не знаю, денечек тренировки, и ты у нас будешь, мать его, киберспортсменом, который будет попадать абсолютно во всех, абсолютно всегда Так, ладно, поехали, погнали! Я надеюсь, у меня здесь получится что-то такое сделать Блин, кстати, я знаете, что я хочу еще? Замутить какой-нибудь челлендж у себя на этом аккаунте, чтобы сделать соточку киллов И сделать это не на маленьких диапазонах, не на маленьких званиях, а как раз таки, допустим, на том же самом бригадире Я у нас пробовал эту всю фишку сделать, опять же, и на мелких диапазончиках, у меня там почти это все получилось Ну как на мелких диапазонах? На звании майора Я это у нас все дело пробовал, я там набил вроде бы 96 киллов, и потом в итоге у меня произошла такая тема, что мне просто-напросто не хватило времени Там у нас было три душных челика, которых мне нужно было убивать аж с трех рельс, а для меня это очень-очень много Иногда, кстати, там чуваки у нас как-то что-то юзали, что-то там делали, и я их убивал всего лишь аж с четырех рельсов И это было на самом деле очень грустно, очень печально Так, ладно, а что-то люди как-то катаются, как-то что-то едят, а на меня не обращать внимания Ну нормально, нормально, нормально Я, в общем-то, не против, если на меня никто внимания не обращает Правда, вот сейчас у нас пойдут викинги А викинги, как вы, наверное, ребят, понимаете, это у нас прям бич этого режима Потому что, ну, что тебе нужно для этого сделать? Просто накопить оверку на своем викинге, соответственно, подъехать ко мне в упор Ну, либо к варажскому джиггернауту, заюзать овердрайв, и все Ты у нас будешь на коне, ты, как говорится, у нас побеждаешь и забираешь себе оверку Я у нас, кстати, тоже катаюсь на викинге, но я, знаете, такой немножко пассивный викинг Потому что я у нас исключительно, как раз-таки, убиваю своего викинга С помощью не овердрайва, а с помощью, как раз-таки, своего дрончика И с помощью, как раз-таки, ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Пацаны, граждане, вы шо такое творите, шо такое дело? А я успею, интересно, доехать до вон той самой аптеке Которая мне прям очень сильно нужна Давайте вот этого, молодого человека, мы тоже немножко затараканим А-а-а, я прям хотел, серьезно, нет Ах ты, вот джучара, смотрите, у него оверка оставалась буквально вот милиписечка Я бы его добил прям сто процентов Ну ладно, в принципе, я так думаю, на таком сочетании у меня вообще не будет никаких проблем Тем более, рикошет себя показывает во всей красе Если мне полностью в упор подъехать к вражескому джиггернауту И не тупить с проюзыванием как раз-таки моего, моих дэашек То будет все замечательно Лаги танк фонлайн, я вас просто-напросто обожаю Потому что лаги в танчиках, это, как говорится всегда, очень плохо, очень фигово И очень прискорбно, я бы хотел сказать А как мне этот чувак только что ваншоттал? Неужто вот этот вот чел на харьке отключил мне броню И снес у меня так много хп, серьезно? А если я оверку накоплю? А я могу? Да, я у нас такой молодой чувак Ух ты, нифига себе, эти чуваки, кстати, еще нарят у нас просто так Не, ну у меня есть самая такая красивая, самая шикарная эгэска Мне все равно, знаете, не особо сложно забирать вражеских джиггернаутов В принципе, это делается все достаточно изи Один вопрос А где... А, все, вижу Сначала не увидел, потом как увидел И мне сразу захотелось до него поехать Так, ладно, единственное, наверное, что Вот эта карта не совсем удобная В плане том, что Если на прошлых картах у нас, знаете, какая тема была И система, что там было достаточно изи убивать вражеских... Не изи, точнее убивать вражеских джиггернаутов А как раз таки изи... Убегать от всех вообще Кто меня будет бить То здесь все грустно и все печально Потому что карта не такая уж сильная и большая Кстати, чуваки, по-моему, в виде меня Сразу на меня начинают сводиться И только меня бить и убивать Ох, кто так? Вы шо у нас, гад, такие смотрите на тапчик Смотрите, что я у нас достаточно прокаченный молодой человек И сразу меня начинаете опасаться Ну, в принципе, тема грамотная Я бы, наверное, сам себя опасал Ну, серьезно! Ну, танки онлайн! Да идите вы в задницу! Ну, что такое с этой игрой? Ну, почему она лагает так, а? Ну, мне вот это вообще не нравится ни в каком виде Я только что потратил практически весь баллон В никуда Я мог его нормально, соответственно, завязать А, чувачки меня еще зачем стреляют? Непонятно зачем Так, ладно, ладно Ладно, пацаны, ладно, ладно Я понимаю Я опять его, короче, полностью погрыз Полностью уничтожил И его, естественно, до меня забирают Ну, вражки и джаггернауты Благо здесь у нас долго не живут Потому что я как раз таки По-моему, даже сильнее, чем джаггернауты Вообще, все вместе взгляд Ну, по крайней мере, вражеские джаггернауты Я уж точно буду посильнее их Потому что, ну, мы же сами все видите, ребята Что делает это сочетание Что делает такая прокачка На таких мелких диапазонах На таких мелких званиях Я просто, соответственно, прихожу Просто вот так вот Убиваю легчайшим образом Вражеского джаггернаута И просто, соответственно, всех разношу В опух и прах И никто мне ничегошеньки Абсолютно не сделал Так, ладно, давайте мне Вот эту вот штучку Я ее хочу себе забрать Неужто у тебя тоже имеется Плазмофакел А, нет, не плазмофакел Ты у нас всего-то Заюзал как раз-таки Свой оверда А, кстати, вроде бы Плазмофакел у него все равно стоит Потому что Его шарики были настолько медленные Они, по идее, должны быть Немножко побыстрее Поэтому вот это, да Наверное, тема все-таки У нас будет относиться к тому Что все-таки У него было Это устройство Но я не знаю Насколько оно эффективно С этим устройством Также можно у нас Нагибать с бустером Он, наверное, будет работать Даже, ребята, еще лучше Еще краше Поэтому, если у вас В принципе, нету кризиса Вообще не беда Вообще ноль, ребята Проблем Бустер здесь будет работать Даже еще лучше Поэтому, если у вас есть Какие-то проблемы И нету, допустим Того же самого Имбового кризиса Одевайте бустера Даже если он у вас будет Вкачан буквально на 10 На 15 шагов Он все равно будет урон Наносить больше И лучше Как раз-таки, чем Мой пресловутый кризис Потому что, ну, бустер Это бустер Естественно, у него урон будет получше Ну, конечно, для этого Еще, ребята, нужно Устроиться плазмофакел На эту всю тему Так, ну, по Этой всей штуке Вообще, ноль вопросов А, я еще хотел затестить магазин Для чего я вообще в магазин заходил? Чтоб посмотреть На сколько у нас Изменились цены Так, цены, цены, цены Цены Ну, я бы так не сказал Что цены прям сильно выросли Сколько у нас вот эта вот Спецуха стоила 18 тысяч танкоинов? Стоила она вроде бы 4900 Либо 4800 Буквально повысили на 400 Либо 500 рубасов У нас вот эту всю тему Дни прям аккаунта Вроде бы Как бы тоже повысили Потому что раньше День прямки стоил 49 рублей Сейчас стоит 59 И С коинбоксами Ой С контейнером Вроде ничего не изменилось А что там еще? Голды вроде бы, да? У нас еще повысили Их стоимость С кристаллами все так же осталось Золотые ящики А золотые ящики Изменили или нет? Вроде бы Вот сколько они стоили Столько и стоит Ребят, напишите Вот в комментариях Золотые ящики поменяли По поводу премки И танкоинов Да Повысили А так-то хз Блин, кстати Мне еще кто-то там писал В комментариях Типа Да конечно тебе Не важно Что там повышают цены И Тебе уж все выдают Как говорят По щечку пальца Но, блин, ребята Это же круто То есть смотрите Не важно То есть мне выдают Не выдают Фишка-то заключается в том Что с повышением цен Нормализуется баланс В игре И это значит Что новоприходящий игрок Будет видеть Более-менее баланс И то, что донат Здесь дорогой И на мелких диапазонов Не будет больше, ребята Имбовых челиков Которые вас будут сносить По щелчку пальца То есть донат Стал дорогой Да, но вы прокачиваете Все равно одно вооружение И не будет таких чуваков Когда вы заходите И какой-то там чел Купил себе все За тысячу рублей И нагибает абсолютно всех Ребят, думайте об этом тоже Ладно, короче На этом мы с вами заканчиваем Кому понравился данный видеоролик Обязательно ставьте ему Свои царские лайки Также не забывайте Подписываться на мой канал Нажимать на колокольчик Чтобы ничего не пропустить Ну а с вами был Вайдер Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok